Всем привет, дорогие друзья! А Новый год мы с вами начнем с обзора на сборку компьютера за 55 тысяч. Сборка у нас получилась достаточно производительной за свои деньги и с возможностью на будущий апгрейд. Ссылки на все комплектующие из ролика будут в описании под видео. А сейчас я желаю всем приятного просмотра. Не забудьте поставить палец вверх под видео и подписаться на канал. Итак, начнем с процессора. В этой сборке решила взять камень от AMD, а именно Ryzen 5 1600 в боксовой версии. Все ценники, за сколько мне обошлись те или иные комплектующие, будут у вас на экране. Это довольно-таки неплохой камень. Имеет 6 ядер и 12 потоков. С базовой частотой 3,2 ГГц и с частотой в бусте до 3,6 ГГц. При необходимости его можно разогнать до 3,9 или 4 ГГц, что уже будет наравне со старшим братом Ryzen 5 2600. Тепловыделение у него 65 Вт, он совсем не горячий. При желании на нем можно было оставить и боксовый кулер, но мы установим на него башню. У меня это будет ID Cooling SE902SD. Это маленькая компактная башня с двумя медными трубками и вентилятором на 92 мм. Рассеивает она до 100 Вт. Этого для нашей сборки будет даже запасом. Вы же можете установить любую другую башню или оставить боксовую, если не собираетесь разгонять процессор. Теперь мы переходим к материнской плате. И это Gigabyte B450M Gaming. Материнская плата имеет достаточно эффектный вид. Форм-фактор у нее MicroTX. Присутствует 7 фаз питания процессора, что достаточно неплохо. У нее два слота под оперативную память. Максимальный объем оперативной памяти 64 ГБ. Можно выставить XMP профиль памяти до 3600 МГц. На материнке есть слот под M.2 NVMe накопитель и 4 входа SATA 3. Слот под видеокарту армированный. И два слота расширения под адаптеры. Wi-Fi, Bluetooth и тому подобные вещи. Аудиокарта Realtek ALC887. Сетевой адаптер Realtek RTL8118IS. Поддерживает интернет со скоростью до 1 ГБ в секунду. Есть один 12-вольтовый вход для подключения RGB подсветки. Видеокарту я поставила GTX 1060 от Asus на 3 ГБ. Да, цены на видеокарты сейчас невероятно высокие. И все же 1060 достаточно хорошая видеокарта. Которая нам позволит комфортно поиграть фактически в любую современную игру Full HD. Заказывала я ее с Алиэкспресса. Ссылочка на продавца, у которого брала, будет в описании. Теперь перейдем к оперативной памяти. И это Kingston Fury Beast Black. Две плашки по 8 ГБ. С частотой 3600 МГц. Тайминги 171721. Это отличная память от именитого производителя с хорошей частотой. Я успела ее купить по адекватной цене. Сейчас уже цены стали в разы выше. Дальше блок питания. И здесь я взяла 500-ваттник с бронзовым сертификатом от компании Kuga. Модель VTE 500. Это неплохой бюджетный блок питания, который идеально вписывается в нашу сборку. По 12-вольтовой линии он выдает 450 Вт. Питание процессора 8 пин. Два провода на питание видеокарты 6 плюс 2 пин. Присутствуют основные типы защит. А теперь пару слов о накопителях. В сборку я купила SSD Patriot Best Elite на 240 ГБ. Почему SATA 3, а не M.2? Все очень просто. Стоят они значительно меньше по сравнению с M.2 накопителями. А скорость включения компьютера у них практически одинаковая. Так как он нужен только под систему и несколько программ, то выбор был очевиден. Под файловый мусор и игры я взяла жесткий диск на 1 ТБ от компании Toshiba P300 со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов. Если в ту же цену вдруг будет в наличии WD Blue, то лучше, конечно же, будет взять его. Но и Toshiba тоже замечательно справляется со своими задачами. А корпус у меня будет из одного из моих предыдущих роликов First Player Firehouse F4. Что про него можно сказать? Это современный корпус с тремя ФРГБ-вентиляторами на 120 мм и закаленным стеклом сбоку. Самый неприятный минус в нем – это отсутствие кожуха и недостаток места под кабель менеджмент. Более подробно этот корпус мы разбирали в моем недавнем видео. Если интересно, можете посмотреть его. Итак, настало время тестов в нескольких современных играх. Она в огромном опасности. Среди Матери Миранда привезли ее в город, мы в течение мусор. Что ты говоришь? Монстры? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok